Я же записываю семинары Олега Михайловича Наговицына, и, собственно, имел возможность его концепцию услышать непосредственно, концепцию, связанную с поэтикой русской прозой. И, собственно, он базируется на некого рода изначальной концепции эстетической, которую Игорь часто развивал, и которая состоит, если кратко ее излагать, в следующем, что существует некого рода деление, то деление, которое зафиксировано у Достоевского, на некого непосредственного деятеля, некого рода нерефлектирующее сознание, и на сознание рефлектирующее, на то, что Достоевский называет усиленное сознание. И, собственно, получается, что Олег Михайлович это раскладывает в систему, что есть некого рода ритуальное сознание. Ритуальное сознание означает такое сознание, которое действует в соответствии с тем, как раскладывается вокруг него некого рода текст, как он разворачивается. То есть оно повинуется некому роду стихии, вот ритуала, да, то есть оно, не оно существует, а существует и ритуал, если можно так сказать. Оно просто является тем сознанием, которое в этом ритуале живет. И вот это вот сознание непосредственное, да, оно нерефлектирующее сознание. И вот, ну, там, правда, есть деление на то, что вот такое непосредственное сознание имеет две формы. Это форму чисто ритуальную и форму мечтательности. Ну, это для нашего сейчас разговора не существенное. Существенно то, на самом деле, что получается, что рефлектирующее сознание почему-то изначально бездействие. То есть только ритуальное сознание, и ритуал, понятно, что это некое рода совершающееся действие, только оно деятельно. И то есть у нас получается как бы дилемма между тем, что либо надо действовать, либо сознавать. Что не получается так, что есть такая позиция, когда одновременно и сознают, и действуют. И такая же дилемма у Достоевской, и такая же дилемма у Олега Михайловича Наговицына. Собственно, мое возражение, да, оно такое носит характер чисто дополняющий. А почему не существует такой позиции, которая одновременно и сознает, и действует? Почему всякий раз, на самом деле, деление проходит по линии либо действовать, либо сознавать? Почему сознающее сознание не может действовать? Конечно же, на самом деле, если мы смотрим Достоевского, берем его подпольного человека, он вроде как бы действует. То есть он не просто рефлектирует, да, на самом деле, как бы, он постоянно действует. Но это действие, оно носит вторичный характер. То есть получается, что он рефлектирует, а действие просто потом повторяет как бы его рефлексию. Это не то действие, о котором хотелось бы говорить, да, потому что действительно такого рода действие, наверное, можно свести к чистой рефлексии. С другой стороны, наоборот, непосредственный деятель, да, непосредственный деятель, наоборот, постоянно только действует. И более того, и даже если возникает ситуация, когда там нужно отрефлектирует свое действие, да, там какой-нибудь, там, если мы берем Гоголя, там, Невский проспект, да, то, что там случается с поручиком, которого выбрали, да. То есть, наоборот, случается, что, казалось бы, в ситуации, когда возникает некого рода аномалия, непосредственный деятель должен был перейти к рефлексии. Он, тем не менее, к этой рефлексии не переходит, а просто продолжает, как бы, быть непосредственным деятелем. Вот такая странность. Это как можно защитить эту позицию, при которой, как бы, субъект одновременно совокупляет эти две позиции? С эстетической точки зрения, да, такой, наверное, позиции нет. С эстетической точки зрения, действительно, либо рефлектирующий субъект, либо субъект непосредственным деятелем. Но помимо эстетики, мы понимаем, что в жизни существует нечто еще иное. И вот как раз вот этот новый субъект, который и рефлектирует, и действует, он не эстетический субъект. Естественно, литература, как бы, таким субъектом не особенно интересуется. Это некого рода субъект специфический, потому что, ну, в чем проблема рефлектирующий субъект? Это что, когда начинается рефлексия, вот, например, можно взять пример Раскольникова Достоевского, то она не может остановиться. Раскольникова для того, чтобы совершить свое преступление, для того, чтобы убить старушку, нужно было прекратить всячески рефлектировать, а просто начать действовать. То есть, на самом деле, пока он рефлектировал и рассуждал, пока он примерялся, он никак не переходил к действию. И наоборот, на самом деле. Когда он перешел к действию, он перестал, как бы, он впал в некого рода забытие. Он, как бы, перестал об этом рассуждать. Он просто, как бы, просто погрузился в некоторую роду деятельность, совершил, как бы, убийство, и все. И потом, как бы, очнулся, уже, как бы, пораженный, что это действие совершилось. Буквально в романе так и описывается это действие. И он даже в одном месте говорит, что это не он убил старушку, это отчет убил. То есть на самом деле у него был какой-то условный разотмение. Так вот, как возможен такой субъект, который может и действовать, и рефлектировать? Как человек останавливает рефлексию и начинает действовать? На самом деле эта ситуация схожа к тому... Одновременно рефлексии и рефлексии действуют или механизм переключения? На самом деле всегда механизм переключения. Потому что у Раскольникова главный его тезис состоит в том, что когда... Это правда не Раскольникова, надо говорить об этом, о Ставрогине. У него есть такой главный тезис, который состоит в том, что когда он не верит, то он не верит, что он не верит. А когда он верит, то он не верит, что он верит. То есть каждый раз на самом деле, если он находится в некой позитивной позиции, то он не верит, что его позиция позитивна. То есть он относится к этой позитивной позиции и ее отрицает. Если у него позиция даже негативная, он все равно находится в отрицательной позиции каждый раз. Рефлексия всегда некая иная позиция, чем ту позицию, которую ты фактически занимаешь. Ты занимаешь одну позицию, а рефлексия, которая относится к этой твоей позиции, она как бы иная. Ты всякий раз с этой иной позиции оцениваешь себя. Можно вспомнить роман Лермонтова, где говорится о Пещорине, что в нем жил, романтически у Лермонтова описан, два человека. Один человек действовал, а другой его оценивал. Каждый раз это присутствует. Двое удовольствие с позиции. С одной стороны ты действуешь, а с другой стороны оцениваешь свои действия. Можно это разыграть сильнее, как у Достоевского, что всякий раз ты оцениваешь свои действия негативно в ключе. То есть ты никогда не веришь, что твоя позитивная позиция позитивна. То есть ты просто каждый раз не доверяешь своей позитивной позиции. И если ты каждый раз не доверяешь своей позитивной позиции, у тебя нет опоры. Ты находишься в неком замкнутом круге, и каждый раз, когда устанавливаешь что-то как позитивное, ты не веришь, что это позитивное, и переходишь к другой позиции, противоположной, но не веришь, что это противоположная позиция, и переходишь опять к иной. То есть ты попадаешь в круг рефлексии, и из него никак выйти не можешь. Вот это вот есть некого рода проблема рефлективного человека. У Раскольников это выглядит так, когда он считал, что он тварь имеющая, он не верил, тварь дрожащая, он не верил, что он тварь дрожащая, он думал, что он право имеющий. Когда он уверивался в романе, что он право имеющий, что он Наполеон, он не верил, что он Наполеон, что он право имеющий, он считал, что он тварь дрожащая. Каждый раз противоположная позиция. Как из этого замкнутого круга выйти, как разыграть ситуацию, как это возможно? Это возможно всегда, на самом деле если поставить действие вперед размышления если с на самом деле всегда действует это первичное а потом только размышлять то что есть и размышление ставить впереди действие вот то никогда на самом деле замышление выйти невозможно возможно только единственный способ что если ты как бы сначала действуешь а потом мы шли всякий раз ты перед всяким действием сначала действуешь а потом размышлять или если ты размышляешь как вы ритуала как придется да Это, конечно. То есть, на самом деле, факт состоит в том, что вот этот или-или, или ритуал, или размышление можно разорвать только тем способом, что приходится иногда рисковать и вести себя как-то действовать. То есть, вопрос, это вот тот самый риск жизни. На самом деле, когда мы живем, у нас всегда есть риск жизни. Я в свое время, на самом деле, пытался действовать разумно, и это означало, на самом деле, что перед каждым действием попытаться выстроить все «за» и «против» этого действия. Сколько доводов «за», чтобы его совершить, сколько доводов «против». И однажды, как бы, вдруг обнаружил, на самом деле, что «за» и «против» всегда примерно одинаковое количество. Что столько же здесь доводов будет «за», чтобы совершить какое-нибудь действие, сколько их будет «против». Обладая элементарным умением различать и элементарным размышлением, ты всегда будешь попадать в ситуацию, что никакое действие совершить невозможно, потому что нету довода для того, чтобы его совершить. Всегда весы будут уравновешиваться, доводы за икрой. Да, в смысле рефлексии. Ты будешь оставаться, вроде что действовать нельзя, потому что нету никакого аргумента решающего, чтобы действовать. Конечно, какие-то бывают случаи вырожденные, где этот аргумент есть, но, как правило, его нет. И как тогда действовать? Тогда надо ничего не делать. И фактически ты тогда ничего не делаешь. У меня был такой эпизод любопытный, когда я применил этот походу в кино. Я на самом деле решил, у меня было 30 доводов, чтобы пойти, 30 доводов, чтобы не пойти. И я в итоге вышел из дома, прошел половину дороги и вернулся обратно. Сделал такое, совершил половинчатое решение. То есть, как бы полпути прошел за, потом полпути прошел обратно, против. Это был такой юмор. Так вот, суть вопроса в чем состоит? Почему же на самом деле, вот это я хотел задать вопрос, да, почему же на самом деле эстетика не может описать такого субъекта, который на самом деле, как бы, почему, опять же, у Олега Михайловича Наговицына такого субъекта нет, который и действует, и размышляет? Почему он невозможен в этой эстетике? Ой, мне кажется, все-таки, что проблема правильно. Спросил, что одновременно или нет. То есть, там же, наверное, не идет речь о том, что субъект вот только рефлексирует или только занимает, действует по традиции, по ритуалу. То есть, они совместимы вот эти два. Ну, тут даже не только ритуал, это как бы ритуал, это просто частный, а в принципе действует, как бы, где-то по правилам, по каким-то, там, по законам. Действие всегда совершается в социуме, по некоторым тропам в социуме, которые возможны. И осознаешь ты, когда ты их осознаешь, то это ритуал. Вот, когда ты их не осознаешь, то ты все равно поступаешь по некоторому ритуалу, по некоторым правилам, которые допустимы. Ты течешь по допустимым. А рефлексия, конечно, не подразумевает, я не вижу проблем. Нет, смотрите, в чем проблема. Проблема состоит в том, что человек, который хочет быть свободным, он чувствует, на самом деле, что социальность его придавливает, да, что социальность заставляет его действовать по определенному роду правилам. То есть ты полагаешь, что герои Гостоевского просто хотят быть свободными? Нет, я полагаю, что герои Гостоевского хотят действовать сами, а не так, чтобы текст вместо... То есть свободными все-таки? Ну, наверное, свободными в каком смысле? Наверное, свободными, можно так сказать, да. Что они хотят сами быть. Иначе получается, что есть некородный ритуал, есть некородный текст, стихия, да. И мы тогда в этой стихии просто представляем собой некородные персонажи. Да, вот такие безгласые совершенно, да, просто чисто, как бы, олицетворение этих стихий. А другой вариант, что, как бы, я хотел бы быть самим собой. И когда я действую сам собой, я, естественно, действую как-то вот... Ну, понятно. То есть получается, что вы выбираете между двумя чтойностями? Между чтойностью навязанной, ну... Да, я этот разговор здесь о чтойности совсем не обязательно. Мне кажется, ушли от проблем. То есть есть рефлексия, есть действия. Как от рефлексии перейти к действию? Вопрос. Просто противоположность формы и чтойности, да, это здесь совсем не уместит. Хотя бы, естественно, в разделении, в дилемме между делать и рефлексировать, можно при привязании к разделению, типа, быть кем-то, да, и быть чистой формы. То есть эстетика, мне кажется, в данном случае может быть применена к проблеме действия в том смысле, что эстетика оперирует понятием добра и зла, которое несимметрично. И отсюда эстетика вынуждает к действию. Нет, проблема добра и зла – это этика. Ну, эстетика, конечно же, как бы тоже как-то в этику, может быть, сползает, но тут есть вопрос, тут иное, 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 иное важно. Вот тут Игорь правильно начал говорить о форме. Дело в том, что как они объясняют, почему обязательно позиции движутся? Есть как бы непосредственные позиции, и позиции рефлектированы. Потому что как бы непосредственные позиции человек на самом деле находится в мире знаков, переходящих одного к другому, да, то есть он на самом деле живет в мире щитойности. И вторая позиция, да, когда человек как бы пытается быть чистой формы, когда он перестает означивать, переходить от знака знаковый, когда он пытается как бы стать формой всего, да. Но это форма пуста, чисто некого рода форма. И рефлексии, они относят к этой чистой форме. Смотри, две позиции, они симметричны. Нет, просто я считаю… Рефлексии, они симметричны. И преимуществ одного перед другим нет. Вопрос в том, как осуществлять между ними переход, на основании чего происходит между ними переход. Как, если рефлексия перейдет к действию, или они действуют, или они перейдет к рефлексии. Если они симметричны. Я просто немного рассказал, как бы, да, простых терминов. Я просто это всегда все рассказываю в простых терминов, чтобы объяснить, в чем суть делают. Можно это рассказать в таких завуалированных терминов, как форма, там, и содержание, и прочее. Суть вопроса у них еще в чем сводится. У них вопрос сводится в том, что эта форма, поскольку она чистая, да, это, как бы, небытие, как бы, да, оно невозможно. И поэтому герои Достоевского, там, вот, они, там, находятся в таком состоянии, какого, какого, какого специфического наслаждения, такого специфического зла. Да, потому что добро – это находиться в стихии вот этих ритуальных структур, там, или как-то, или в структуре текста, социальных. А не является ли примером такого действия Алексея Алексея? Кто? Ну, в этом самом, в «Брате Карамата». Кто? Алексей, по-моему, если не ошибаюсь. «Брат, послушник». Алеша, да. Да. Не является как раз в состоянии одновременной рефлексии и действия. Не знаю. С Алешей не знаю, не умею работать. Нет, еще раз говорю, что я просто здесь конкретно возникает, я считаю, что вот это вот две линии, да, линия непосредственный деятель и рефлексиющее сознание, или усиленное сознание, и линия между содержанием формы, как бы, это, на самом деле, некое родное сопоставление, это некоторого рода, как бы, софистика, такого сопоставления нет. Это, как бы, накладывание разных линий, как бы, которые якобы позволяют одно обосновать через другое, но на самом деле это ошибка, чисто логическая ошибка. На самом деле двойственности нет. Естественно, как бы, если даже мы берем просто, выходим за рамки всякого рода эстетики и берем просто обычную жизнь, мы понимаем прекрасно, что нет такой чистой позиции только деятель, и нет такой чистой позиции только усиленное сознание. Поэтому, понятное дело, что всегда есть некое смешанное состояние. Мне просто любопытно, почему на самом деле вот, ну вот, концепция ноговицына все-таки опирается вот на эти чистые состояния. Почему вот, она, конечно, красиво эстетически, да, выглядит, но она, она как бы просто является неправдоподобной, да, она не соответствует жизни. Как любое описание, всегда идеализировано, идеальная точка, идеальный газ. То есть для того, чтобы рассуждать, чтобы каждый момент времени не уточнять, что здесь не совсем так, здесь на 90%, а здесь на 20%, здесь на 30%, нужно выделить два чистых состояния и строить логику на них. А когда уже построена логика, построена система, можно рассматривать промежуточные. То есть это вполне понятно. Нельзя говорить сразу обо всем. Дело не в этом, что промежуточные. Дело в том, что настройке этой позиции Олега Михайловича позволил себе на одном из лекций, там, ну там, припомнил какого-то своего, там, ну там, не знаю, там, светила какой-то, как он сказал, там, да, кто-то там, какой-то там деятель, там, выдающийся, да, который относился к своей жизни, типа, серьезно, да. И, как бы, не рефлектирующим, был с чистым ритуальным сознанием, не рефлектирующим. Хотя он, конечно же, был там... Не, он вообще на ней говорил, нет? Не знаю, да, он там никаких, как ли это фамилии не назывались, но просто это выглядело так, что он как бы над ним насмехался. И мне немножко чисто и с этической точки зрения это не понравилось. Потому что, получается, что его концепция, она обладает не только, вот, действительно, достоинством, некого рода, какого-то, какого-то рассмотрения индивидуализированным, а морализаторством, да. То есть, рефлектирующий персонаж, получается, лучше непосредственно. Да, да, да. И вот это морализаторство мне не понравилось. Непосредственно и слава, и богатство, и успехи наличным, и бизнес. Привешиваются отдельные темы. А у того чисто рефлектирующие. Да, да, да. И мне показалось, на самом деле, что именно только в этом посыл моего сообщения, что это уже, как бы, это является некоторой родой неправильной. Как я в своей статье, можно подумать, что современная культура и наука за всеми своими богатствами создана одними идиотами. Это я так писал в себе, я так, в статье. А потом же есть еще проблема в образе мудреца. То есть, она совершенно стоит боком. То есть, это человек, который не действует, вернее, действует не действуя, и при этом не рефлексирует совершенно. У него все-таки, я думаю, что различение действия и не действия, это скорее неудача балатовского изложения, чем это реально имеет отношение к делу. Не надо к этому как бы подходить. Нет, я думаю, что нормально. Так не бывает. Нет, рефлексивное сознание тоже действует, мы об этом говорили. Почему эстетика? Рефлексивное сознание, оно действует, оно действует специально, практически, не рефлексивным образом. Оно не творится в момент непосредственно. Ни в коем случае. Да, я же говорю, что оно просто действует. Не надо так сказать, что я непосредственно, а потом порефлектировал, потом подействовал, потом снова порефлектировал. Не так. То есть, рефлексия как такового некое телесное состояние, отдающееся. Нет, я же так и говорил, что усиленное сознание, оно тоже действует. Классический пример, почему, потому что терминавтор Стабахтин вернулся на этом примере. Анастасия Филипповна Барашкина. Вот, это самая концепция наслаждения. Она оказывается втянута в позорное питательство, она оказалась сиротой, ее взяли в Тотске и сделали ее свисодержанкой. Что делает нормальная женщина полноценная? Ну, она может выйти замуж за Тотского, она может уйти в прачки, вести жизнь, выйти еще за кого-то, тем более за нее 75 тысяч дают и так далее. Это вот как она может себя вести. Что делает Анастасия Филипповна? Анастасия Филипповна, она акцентируется на ситуации собственного позора. Поэтому рефлексия, мы понимаем, она возможна только в ситуации позора, недостаточности, никогда не бывает, что я рефлектирую, как я богат и успешно. Потому что рефлексия есть форма небытия, чистая форма. Поэтому она имеет всегда форму небытия, то есть форму позора, форму отчаяния, чего-либо еще. Не, ну просто я как раз в этой ситуации по-другому вижу. Вот, например, опять же барашку. Ну, давай я сейчас, да, закончу эту ситуацию, как она понимается. Но в этой ситуации рефлексия, что самое важное для героя Бестаиска, он находит своеобразное наслаждение. И теперь эту рефлюктивную ситуацию, чисто рефлюктивным образом, она постоянно воспроизводит. Ей приходит князь Мышкин и говорит, вот я такое, не такая, я беру вас замуж, готовь на вас жениться. И она ему начинает доказывать, что она-то тварь, именно такая. Она бежит от него к Рогожину, от Рогожина к первому попавшему. Ну, это же она бежит, а потом она возвращается, это все неправильно. И возвращается, и бежит, и всякое прочее. Она никогда не выйдет замуж, и никого не приведет. Давайте я как бы объясню. Теперь я объясню. Причем она, сейчас я закончил буквально одно предложение. И вот, это вот самое. То есть рефлексия, она оказывается деятельной. Это она, в какой момент, когда откуда-то кому-то она бежит, они становятся непосредственно деятелем. Но именно вот такой мистерия, акцентация на непотие, то, что невозможно, это постоянно чувство позора, то, что она содержанка, что она интеря, в этой ситуации воспроизводится заново, заново и заново. Вот так. Ну, это вот у Игоря. То есть у Игоря получается, на самом деле, что Анастасия Филипповна считает себя в определенности дрянь, изначально, и находится в ней. Нет. Ну, а как? Не в определенности, в рефлексии. Я могу сказать, что все персонажи Достоевского, Раскольникова, Настасию Филипповну, да, там, главные, все главные персонажи, метущиеся, этого, там, беса, как угодно, там, Ставрогина, там. Можно объяснить простым способом. Простой способ состоит в том, что человек не верит самому себе. То есть когда Анастасия Филипповна говорит о себе, что она содержанка, что она вот тварь такая, да, что она сама хотела, она этому не верит сама. И она хочет убедить, на самом деле, все, что она не такая. Но когда она находится в позиции, что она не такая, когда приходит к ней даже князь и говорит, что она не такая, и она готова с ней, она, она же остановилась тогда. Подожди, подожди, да, я говорю. Она же остановилась тогда, и помнишь, к нему подошла к князю и сказала, да, действительно, ты меня, типа, правильно понял, я не такая, на самом деле. И пошла и ручку поцеловала, и все, как положено, сделала. Только если она, на самом деле, не такая. Нет, суть-то вопроса не в этом. Суть вопроса состоит в том, что когда она, как бы, не такая, она не верит, что она не такая. На самом деле она подозревает, что она тварь. И каждый раз она мечется в этом круге, что она не знает своей определенности. И всякий раз, когда дает себе определенность, она не верит, что определенность это правильное. Господа, мне кажется, все-таки ушли от проблемы. И кажется, это терминологическая все-таки проблема. Я хочу сказать, что дырянь и содержанка не являются определенностью. Нет, еще раз, так же можно и Раскольников понимать. То есть, если там хозяйка является формой определенности? Раскольников, то ли он тварь дрожащая, то ли он право имеющая. Он каждый раз, когда одну определенность себе пытается придать, он это понимает, что она недостаточная, что вам скорее двое. А когда он в другой определенности находится, он понимает, что она не верна. То есть, на самом деле, изначально, если говорить уже метафизически… То есть, он освобождает jakąсь определенность? Да, изначально. Есть некое чистое сознание, которое никак не может вписаться в некую роду определенность. И вся всяка рода определенность, в которую он пытается вписаться, оказывается не о нем. не об этом также точно инастасия филипповна то что-то уже и ставрогин понимаешь который никем был многим но никем не стал до который это когда не верит не веришь что не верит и когда верит не веришь то верит каждый раз одна и та же разыгрывается ситуацию что есть некого рода это состояние сознания который не может придать себе никакой определенности уж всякой определенности чтобы вы свободны чтобы быть свободными что за действие а че каком действие идет речь деятельности просто вот и ходить туда-сюда и бежать бежать например у тебя есть рогожин понятно что и бежать с того чтобы показать что он одарится на любила что не идет речь этого ритуале вот это непосредственно деятель это чисто ритюальный человек мы сейчас обсуждали его нет не ритуальный человек о нашем построении его нет но я как раз торгия который передоёт и процесс они непосредственно деятель это как бы скорее слабость потому что не носом посетители добавим с допустим в концепции как автор колесар александр говорю что может и брать я идеально концефист крайней позиции да это мы говорим светлый поиск не надо мы говорим о том специфическом наслаждении которым оказываются Осте Георгии Стоевского? Вот это специфическое восслаждение, которое не имеет никакого общего, на мой взгляд, деятельности ос Stories. Никакого специфического восслаждения нет на самом деле. Ну вот я полагаю, что темы ушли? Нет, темы не ушли, потому что то, что я рассказывал, я рассказывал о своих терминах, а то, что Игорь рассказывает, он рассказывает как включенный в некого рода парадигму Олега Михайловича Нагорицына, он рассказывает просто, как она выглядит, эта парадигма. То есть термины у них такие, как Игорь и Расселин. И как у Достоевского также. Я-то считаю, на самом деле, что проблема, на самом деле, она не высвящена именно потому, что еще есть как бы некого рода позиция, которая почему-то в эстетике не проглядывается, которая как бы объединяет эти две позиции, которые и действуют, и рефлексируют. То есть, несмотря на то, что сознание остается чистым, это сознание может действовать. И брать на себя определенность. И не действует, и не рефлексирует. А я хочу сказать, что оно настолько, насколько чистое, оно столько и действует. Чистота – это такое же действие. Вот смотри, допустим, Ставрогин. Вот Ставрогин. Он там размышлял о русском народе, что красота спасет мир и прочее. А он размышлял, да? Он Кирилл. Я слышал, что это из идиота. Это из идиота, да, точно. Он размышлял не про красоту спасет мир. Он говорил про русский народ. А, русский народ – народ богоносец. Вот у него, другой тезис. И из этого появился Кирилл, который в этой идее остался и жил этой идеей. Потом Шатов. Следующая идея. Не помню, в чем у нас состоял. Нет, Кириллов. Нет, Кирилл самоубийство. Идея самоубийства. А Шатов народа богоносец? Человека богом надо стать. Надо себя убить, чтобы стать человеком богом. Потому что единственное свободное действие, которое человек может совершить – это самоубийство. Потому что все остальное определено. То есть единственное проявится. Потом Шатов как раз эта идея русского народа, народа богоносца. И там этот Верховенский, как бы, это революционер, который готов ради некого рода идеи попрать все. И так далее. Ведь если мы посмотрим, на самом деле он везде. Он, как бы, на самом деле, как бы, в каком-то смысле породил вот эти виды сознания, да? Да. Они остались в этих своих формах, а он пошел дальше. Нет, просто для него любая форма недействительная. Для него любая форма есть всего лишь форма. Так вот, судя, я согласен, просто проблема – это эстетический, такой подход – это оправданно. Но на самом деле можно представить себе, что вот такая чистая форма, на самом деле, если мы берем экзистенциализм, то это ничто иное, как возможность. У человека бытие – это предшествует сущность. То есть человек сначала есть возможность. Ты опять говоришь о свободе. Нет, я правильно, потому что если… Ну, я бы, получается, что, как бы, если определённо, а не надо освободиться, никаких другой с определённостью. Нет, 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 послушайте. Нет, ещё, ещё. Не так, не так. Я хочу сказать, что человек, прежде всего, должен стать самим собой. А стать самим собой может, если он поймёт, что он свободное существо, то есть если он есть возможность любой определённости. То есть, что он есть сначала бытие, а потом какая-то сущность, которую он выбирает. И у Достоевского в этом почему-то возникает проблема. То есть, когда человек освобождается от какой-то конкретной определённости, он теряется и попадает в небытие. Всё. Я бы так сказал, что он, в смысле, с тобой, он от неё не освобождается. То есть, у него любая… Данность, она получается именно как знаковая данность, как условная. То есть, как форма, как рефлективная форма. В этом смысле у нас субстанциональность её оказывается. Для Кириллова идея о сверхчеловеке, который должен самого себя убить, она обладает субстанциональностью, поэтому он так действует. Для Шатова её обладает субстанциональностью. Для Верховенского. А для Ставрогина никакая из этих идей собственностью не обладает. Она всего лишь знак. Правильно. Чистоте. Только просто вопросы… У него и жизнь. Так вот, 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 правильно. У него и жизнь нет. То есть странно, что у него нет жизни. А на самом деле у такого, у такого сознания есть жизнь. Потому что он может, зная, что он в своей чистоте находится, есть чисто бытие возможности, любой. Он может эти возможности претворять. Да, никакое небытие возможности, это не переход от одной. Да это не переход. Ваши концепции это никакой не переход. Я просто говорю, что границы вашей концепции проходят по линии эксистенциализма, который говорит на самом деле, что мы свою свободу можем реализовать. Да, поэтому для него единственный выход возможен, безусловно, только один это, где там за дверью мы сел, как гражданинка, там, или где там, или за шкафом. Да это все понятно, просто здесь есть морализаторство. Когда получается так, что человек освобождается от любой определенности и перестает быть, условно говоря, гражданином, там, перестает это быть семьянином, там, врачом и прочее, и прочее, как бы у Достоевского получается почему-то это трагедия, которая может кончиться с ничем иным, там, Свидригалов стреляет в себя, там, Ставрогин вешает. Потому что он не... А на самом деле это не так. На самом деле с этого только жизнь начинается. Сначала ты достигаешь самого себя, сначала ты определяешь самого себя как возможность, потому что возможности она никакой не имеет определенности. Это может быть. А потом уже начинается новая жизнь. Может это Камилу Сарту имеет отношение, но не имеет никакого отношения к Достоевскому. Так я и говорю о том, что границы Достоевского проходят по линии того, с чего начинает экзистенциализм. Экзистенциализм, как раз, начинается с того, что свобода лежит в основании, это человек есть свобода, есть, ну, иначе другие какие-то возможности, проект самого себя. Я многократно говорю, не освобождается, человек не освобождается от семейной жизни для того, чтобы там с кем-то там стать другим. Не так освобождается, как у тебя внешним образом, не так. Потому что человек может продолжать и семейную жизнь, и быть социальным. Он просто понимает на самом деле, что есть возможность любого, любой формы, любой формы. А здесь, поскольку возможно... А вот же как получается, что человек врач, что он уже не может быть ни кем в кургоме, как врачом. Ну, а я говорю, что может быть еще много кем. Потому что не важно, кто он врач или не врач. Небольшая форма не свобода. Нет, важно твоё... Если я рефлектирую каждую форму и понимаю, что я сейчас только врач, а вообще я не врач. Я сейчас, например, ученый, а вообще я не ученый. Я в час философ, а вообще я говорю, не философ. Если каждый раз ты понимаешь, что это только форма, которую ты на себя одеваешь, и которую можешь в любой момент скинуть и взять новую, то тогда ты и находишься в ситуации, которую я пытался описать, что одновременно и действуешь, и рефлектируешь. То есть, остаешься в своей чистоте... Тебе нужно самоопределение «я». Нет, мне нужно на самом деле то, что есть форма, в которой рефлектирующий субъект может реализовывать самому себя. И это не смешно, как у Олега Михайловича получается. У него такой деятельный человек, который вроде бы... Он смешно. Он правильно говорит, что это смешно. Это не смешно. Вот я и говорю, что это не смешно. Чувак, который знает, ах, сегодня я то, и завтра я сё. Я гордый человек, я всего лишь я возможность. Нет. У меня есть некая модель. Не так, на самом деле. Не об этом я говорю. Я имею в виду, что человек ставит себе цель, например, захотел он стать кем-то. Он взял и этим стал. Потом решил, что надоело ему идти быть. Он взял и поставил себе новую цель. Я и говорю, что гордый человек. Это, причём есть гордый человек. Это, на самом деле, некая позиция, которая отрицает эстетику Олега Михайловича и твою просто напрочь. Если такая позиция возможна, а она возможна, то это означает, что эстетика ваша просто неверна. С точки зрения этой эстетики, то есть непосредственно деятельность. Ну вот я и говорю, что у вас путаются два вида деятельности. Я же говорю, что у вас всякая деятельность непосредственно. То есть, Александр же правильно говорит. Так, стоп, 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 стоп. Здесь нет никаких особых противоречий между двумя этими позициями, а всё действительно упирается во время. Если мы рассматриваем промежуток времени без изменений, то действительно, возможно, эстетика Наговицына, и там действительно смешан человек, который вот находит. Но если мы рассматриваем большой промежуток времени, в течение которого человек изменяется, а изменение любое подознает рефлексию, вот, то совершенно другая ситуация. Я не вижу противоречия, я не вижу вообще проблемы. Проблема состоит в том, что, как бы, я же ещё раз говорю, что я бы отнёсся к концепции Олега Михайловича спокойно, если бы он не делал своих моральных далеко идущих суждений. Моральных есть, причём публично. Он не назвал фамилии, но это выглядело некрасиво. Прожил, действительно, не рефлексируя в каком-то состоянии уверенности в своей правоте, единственности, правильности выбора. Ну, вообще, действительно, ничего это смешного. Нормально, хорошо, ритуально прожил жизнь. Речь-то идёт, я просто уверен, что этот человек, о котором шла речь, он, конечно, размышлял, и, конечно, метался, и у него были какие-то другие убеждения. Возможно, он прожил жизнь, пройти не полю, видите, да, многое, что, наверное, изменялось так. Не бывает таких людей, которые, как бы, стали врачами и остались ими, да? Ну, вообще, бывает. Ну, как так? Ну, бывает, но что людей живут не рефлексивно. Неужели вы считаете, что вот такие люди, которые описал Гоголь, такие люди реальны? Что это же не люди, это же какие-то маски? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Не реально. Ну, может, где-то и были. Нет, но если говорить действительно об эстетике, и если говорить о идеальном моменте и о теории каком-то, описать, хилософском описании, то и нужно рассматривать идеальные идеализированные моменты, а не обсуждать обычные. Я, кстати, буду полностью согласен, пусть это такие идеальные типы и существуют, но нельзя отсюда делать морализирующих выводов, да, что те люди, которые в реальности существуют, какие-то уважаемые, там, прожившие жизнь люди, что они вот такие примитивные, непосредственные деятели, они рефлектирующие, как я, вот здесь перед вами стоящий. Да, да. Вот такие выводы. Одинаково не свободны и рефлексирующие, и живущие по традиции. И так это и те, и те не свободны. Олег Михайлович воспроизводит эту позицию, записываясь в портфолио господина, который выступает перед своими успешными одноклассниками, именно с позиции, ну, вы и чмо, а я вам объясняю, что я рефлексирую. Олег Михайлович взял и воспроизвел. Воспроизвел. А я, как бы, в этом воспроизведении есть, как бы, контраргументы, которые состоят в том, что человек, достигший такого состояния, ну, свободно, можно говорить, а я говорю, возможности, да, когда он чистая возможность, да, чистая форма, на самом деле. Он может потом любую форму на себя... Чистая форма, есть чистая возможность. Ну, это ваших терминок, я даже не хочу пускаться в ваши термины, на самом деле, каждый раз, понимаете, разговор всегда упирается в термины, я начинаю что-то говорить, и сразу за слова цепляется, и все. Вопрос в следующем идет, что человек может понимать, что он не тварь дрожащая, не право имеющая, да, нет такого выбора или-или, что он просто, на самом деле, есть некого рода чистота, которая может и сюда себя поставить, и сюда, и в третью, и в десятую позицию. Ну, кто о чем, а я свое. То есть, этот человек называется мудрый. Это называется мудрость, когда ни одна из форм не абсуртизируется, а воспринимается как приходящий момент, в принципе, который можно принимать эту форму, можно не принимать, и это ничего не меняет. И рефлексировать в данном случае тоже уже не нужно, потому что... Нет, ну рефлексировать, просто, действительно, ты только тогда можешь отличать себя как форму от того, кем ты являешься, от содержания, когда ты рефлексируешь, и каждый раз разрываешь. Нет, не обязательно. Ну а как, если ты врач, допустим, ты понимаешь, что ты не врач, ты лично, ты возможность и врача, и там, и слесаря, там, не знаю, там, и мужа, там, вообще. Нет, если ты постоянно находишься в состоянии отстраненном, то ты не рефлексируешь. Если ты входишь в роль и выходишь, вот возникает рефлексия и оценка, то есть, когда ты находишься в непосредственном состоянии в некоторой форме, вот тогда необходимо может возникнуть рефлексия. Но если ты постоянно находишься в отстраненном, мудром состоянии, постоянно понимаешь, что за что рефлексировать, я уже... Нет, ну вы, по-твоему, тут, как оно и называется, усиленность. Если есть никто, не-не-не-не. Да-да-да, не только возможность. Александр, это и называется, у Достоевского, у нас есть усиленное сознание, то, что вы описываете. То есть, рефлексия – это просто способ отлечения. Каким способом отличается непосредственно от усиленного? Усиленное сознание как раз находится в постоянно отстраненном состоянии, как вы говорите. Это и есть усиленное сознание. Но оно проявляется через то, что оно постоянно рефлексирует по поводу своих действий. Ну, это аналогически непонятно. То есть, для меня мудрость и рефлексия – это две противоположные вещи абсолютно. Конечно, конечно. Конечно, да. Поэтому, да. Хорошо. Продолжение следует...